Подростки, семьи которых находятся в социально опасном положении, очень часто принимая самостоятельные решения или под влиянием старших товарищей, склонны совершать различного рода правонарушения, за которые предусмотрена административная или уголовная ответственность. Так и случилось с нашим собеседникам. Мы были в социально опасном положении, и не хватало денег на пропитание. И маму с папой пили, и потом нас лишили родительского права маму с папой. Я сделал вывод, что больше такого делать надо, я уже понял свои ошибки, что из-за этого меня могут в спецшколу отправить. А для того, чтобы каждый подросток смог сделать правильный выбор и не поддавался дурному влиянию извне, сотрудники Управления внутренних дел провели рейдовые мероприятия, в рамках которого посетили Брестский государственный колледж строителей, а также студенческое общежитие, и провели профилактические беседы с учащимися. Состояние оперативной обстановки в подростковой середине территории Брестской области с начала текущего года характеризуется ростом числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, либо при их соучастии. Наблюдается увеличение со 129 до 146. Большинство уголовно наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними, составили кражи, хулиганство, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. На территории Брестской области индивидуальную профилактическую работу проводят с 1446 подростками. При этом, какую бы работу ни проводили правоохранители, необходимо помнить, что роль родителей в воспитании подростков одна из самых главных. Очень важно, чтобы мамы и папы с детства обучали сыновей и дочерей букве закона, а также уделяли им должное внимание. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района города Бреста на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия во всех учреждениях образования, расположенных в нашем микрорайоне. Основные задачи – это правовое просвещение несовершеннолетних и предупредить их о ответственности за совершение административных правонарушений и уголовных преступлений. Также детям разъясняется то, как не стать жертвой киберпреступлений, как вести себя на железнодорожных объектах, в воде и лесах. Все эти правила при их соблюдении могут спасти жизнь человеку. Кроме того, стоит отметить, что соблюдение закона и следование простым рекомендациям способны предотвратить печальные последствия.